Привет, друзья! В эфире Двое на кухне, читая кота. Я Борис Волков и сегодня в гостях у нас музыкант Александр Ф. Скляр. Александр Ф. Скляр, очень рад вас видеть. Здравствуйте, взаимно. Александр Ф. Скляр, музыкант-интеллектуал. Родился в 1958 году в Москве. Закончил НГИМО и работал дипломатом в Северной Корее. Когда вернулся, бросил дипслужбу и профессионально занялся музыкой. Основал альтернативную группу Ва-Банк, которая стала настоящим музыкальным арт-хаусом. Участвовал в разных других проектах, в том числе крайне успешном ботсмане-бродяга с Гариком Сукачевым. В 2008 году Александр Ф. Скляр мирно завершил существование группы Ва-Банк и стал выступать сольно. Помимо своих, он исполняет народные песни и песни других исполнителей – романсы. Много лет Ф. Скляр изучал творчество Александра Николаевича Вертинского и в 2012 году выпустил диск его песен Александр Вертинский «Русское солнце». Скляр также вел теле- и радиопередачи, в том числе культовую «Учитесь плавать». Озвучивал аудиокниги, выступал соавтором детских сказок. При этом, что бы ни делал Александр Ф. Скляр, его всегда отличает чувство тонкого литературного и музыкального вкуса. У вас не было никогда недостатка в своих песнях, да? При этом вы очень много и часто пели разных других исполнителей, и в том числе сейчас и романсы, и какие-то даже народные песни. Это желание, оно как, это обогащает тебя? Это желание расширить свой певческий диапазон. Именно певческий диапазон. Потому что свои песни ты, Воленс-Ноленс, поешь так, как ты их сочинил. И никому не придет в голову тебя ни с кем сравнивать, потому что они твои. А вот когда ты берешься, например, исполнить народную песню, или какой-нибудь романс, или Высоцкого, или Вертинского, или Утесова, то здесь ты вступаешь на довольно скользкую территорию. Во-первых, потому что у этих исполнителей есть своя сложившаяся когорта очень преданных почитателей. И они всегда тебя будут с ними сравнивать. Всегда. Это неизбежно. Поэтому в некотором смысле это такой рисковый ход. Но я вообще человек в этом смысле артистический, рисковый. Понимаете? Я люблю идти на риск. Меня часто спрашивают, а любите ли вы риск в жизни? Я говорю, мне риска хватает в моей артистической деятельности, потому что вот это и есть риск. Но в то же время, я думаю, что хорошая песня, сочиненная пусть даже и не тобой, если она тобой прочувствована, если ты нашел к ней какой-то свой ключик, она вполне может для слушателя высветиться какой-то другой гранью. А для тебя положить еще одну маленькую копеечку в твою артистическую копилку мастерства, познание мира через песню. Поэтому я отношусь к тому типу артистов, которые не отказываются огульно и сразу петь чужие песни. Александр Феликсович, могли бы вы исполнить что-нибудь из вот такого какой-то своей трактовки? Я не знаю, вертинскую подгитару можно ли, а так вот просто на ваш выбор. Манит, звенит, зовет, поет, дорога, Еще томит, еще пьянит весна, А жить уже осталось так немного, И на висках белеет седина. Идут, бегут, летят, спешат заботы, И вдаль туманною текут года. И так настойчиво и нежно кто-то От жизни нас уводит навсегда. И только сердце знает, Мечтает и женет, И вечно нас куда-то зовет. А туда, где улетает и тает печаль, Туда, где зацветает миндаль, И в том краю, где нет ни бурь, Где с неба льется золотая лень, Еще поют какие-то молитвы, Встречая ласковый и тихий божий день. И люди там застенчивы и мудры, И небо там, как синее стекло. И мне, уставшему от лжи и пудры, А мне было с ними тихо и светло. А так пусть же сердце знает, Мечтает и женет, И вечно нас куда-то зовет. А туда, где улетает и тает печаль, А туда, где зацветает миндаль, Так пусть же сердце знает, Мечтает и женет, И мечтает нас куда-то зовет. И пусть обо нем улетает и тает печаль, И пусть в нем расцветает миндаль. Вы очень много жанров перепробовали. Вы от какой-то тяжелой музыки До вертинского и так далее. В связи с этим хотел спросить, Почему кто-то в музыке идет Более-менее в одной стезе, А вы настолько много всего попробовали? Может быть, один из ответов такой. Артист, который долго существует на сцене, Иногда испытывает потребность Отойти от своей же собственной столбовой дороги. Вот творчество интересно тем, Это, может быть, одна из его самых привлекательных сторон, Что это свободная стихия. Не случайно многие очень люди Сравнивают творчество с водной стихией. Водная стихия для нас это всегда ощущение свободы. Когда мы выходим на большое, Открытое водное пространство, Первое вот ощущение, которое у нас возникает, Это ощущение свободы. Мы свободные люди. Вот творчество Дает вот это вот ощущение свободы. А уж как ты там будешь плыть Вот в этой свободе, Это, наверное, во многом зависит от качеств пловца. Что, вот как пловец, Кому-то интереснее плавать около берега, Кому-то интересно ходить Одним, но экзотическим маршрутом. Вот ты идешь из, я не знаю, Из Марселя в Сингапур. И это такая интересная вообще история, Что я хочу ходить из Марселя в Сингапур всегда. Я столько там для себя открываю. Кому-то интересно попробовать освоение Арктики. Потому что никто никогда там не был. Я хочу туда добраться. Пусть мой фрам вмерзнет во льды, Но зато эти, дрейф этих льдов проведет меня через Северный полюс. Понимаете? И у каждого, Но, по-моему, все-таки Интереснее, уж коль скоро ты вышел в это пространство, Уж коль скоро ты оказался в этой водной стихии. Интересно разные маршруты попробовать. Понимаете? То есть и туда, и туда. Жизнь коротка. А искусство, оно настолько многообразно. Песня настолько разная. И голос это магический инструмент. Понимаете? С помощью этого магического инструмента И воображение, конечно, естественно, Ты можешь оказаться в таких областях, Которые тебя манят и манят и манят дальше. Вот я вам попытался объяснить свое, Почему вот мне это интересно. Может быть, у другого будет какое-то другое объяснение. Набирает соки трава, Постриги ровнее газон, Посмотри в окно, улыбнись, Нарисуй картинку в альбом. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вообще, если взять большую часть песен, Вами написанных, Это в первую очередь все-таки написание вот песен. Это тексты для песен. А потом музыка, да? Да, это тексты для песен, но чаще всего это работа, которая идет параллельно. То есть очень редко бывало, когда я в отрыве от гитары писал какой-то текст, и он потом становился песней. У меня немножко другой способ взаимодействия с моим инструментом и вообще с музыкой. Я почти всегда это делаю одновременно. Другое дело, что если уже первый куплет написан, и ты понимаешь, что вот да, это будет песня, она получается как песня, то дальше, конечно, ты уже пишешь, тебе не обязательно держать гитару, потому что ритмика этой будущей песни, она уже у тебя в голове. Ты уже понимаешь, как это все происходит. Ну, скажем, как это было с песней из более-менее недавних «Команданта Че». Давайте я просто вам ее исполню. Я стою в уме ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Мне не важна эта бессмысленная, скучная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как мне бейся, нет выхода вообще. Ведь я не просто так солдат. Я команданты Че. Я команданты Че. Команданты, я команданты Че Гевара. И все домой пусты, в моей-то руке не осталось. А пока мы все пройдем шестые сутки, В окружении врага, и дымом шли мои дороги. И оставался только страх, что все усилия в никуда. Пустая белочь, тлен и прах. Но обреченный, типокорный, в своей воле и мечте. Ведь я не просто так солдат. Я команданты Че. Я команданты Че. Команданты. Я команданты Че Гевара. Две литочки из дома, их не разорвать. Одна моя жена, другая моя мать. И отодонной платок, и камня другой. И это все, что я возьму с собой. Ады не уходят, а другие остаются на века. Твой обеспеченный ручеек или глубокая река. Что через годы скажет сын, когда я сам уже седой. Что будут помнить обо мне и кто последует со мной. Дай Бог мне силы, чтобы достойно подойти к своей черте. Ведь я не просто так солдат. Я команданты Че Гевара. Я команданты Че Гевара. Я команданты Че Гевара. А у вас было такое чувство иногда в жизни, что вас засосала очень сильно, например, скажем, музыка. И что вы не были уверены, что это ваш путь. Ну, я вообще человек судьбы и человек пути. То, что это не мой путь, я имею в виду музыка, я ни разу не ощутил после того, как принял окончательное решение, что я в этой жизни занимаюсь музыкой. Ни разу вообще. А когда это случилось? Не усомнился. Ну, как внутреннее ощущение. Это произошло, наверное, где-то в курсе на втором институте. Я тогда был твердо уверен, что меня ничто не может остановить. И ничто не может мне помешать. Но судьба меня решила испытать. Это испытание длилось несколько лет после того, как я закончил институт. Не смог освободиться от обязательного распределения, которое подразумевало зачисление в Министерство иностранных дел и посылку меня на работу в загранкомандировку в Северную Корею. Вот три с половиной года я не мог уйти. Не нашел в себе тогда силы, не нашел аргументов против жизненной ситуации. Потом бы я, конечно, нашел бы. Но тогда мальчишкой, будучи, нет, не нашел. Не знаю, то ли это слабость, то ли так меня вела судьба. Вот поэтому я говорю, я человек судьбы. Был ли у меня период, когда я думал, что судьба меня как-то не так ведет по музыке, ну, то есть такой слободушие такое, знаете, оно не может не быть у музыканта. У творческого вообще человека не могут не быть какие-то периоды сомнения. То ли он делает, так ли он делает. Не в том ты сомневаешься, что ты путь этот выбрал, а просто правильно ли ты по нему идешь. И один из таких мощных, очень, очень мощных ударов на судьбу, я тоже так думаю, что испытаний, конечно, естественно, был период, когда, наверное, где-то году на десятом существовании Вабанка, то бишь приблизительно в девяносто шестом, может быть, девяносто седьмом году, у меня вдруг случилась очень серьезная проблема с голосом. Причем я не мог ее себе объяснить. То есть это не то, что ты сорвал голос, не то, что ты его посадил. Это обычные дела, особенно по первости, хотя это бывает и с опытными артистами. А там, знаете, просто такой длительный период, когда ты просыпаешься утром и понимаешь, что у тебя не твой голос. Он вообще не твой. То есть он в нем как будто что-то застряло. Это очень сложное чувство, его трудно описать. Его можно только почувствовать самому. Как будто в нем что-то застряло, какой-то комочек или вот что-то такое. И ты не можешь прокашляться вот так вот. А, соответственно, ладно, ты не можешь прокашляться, но ты и петь не можешь, ты сипишь. И он был довольно длительный, понимаете? И вот тогда, да, тогда как-то я прям вот, знаете, подумал, господи ты, боже мой, судьба моя дорогая, куда же ты меня завела? Как с этим? Я же так искренне иду по этой музыке. Я же так всего себя тебе отдаю. Несмотря на трудности времен вообще-то. Это не совершенно, понимаете, никакие трудности времен так не были с этим сравнимы. Вот, и я принял решение продолжать петь, в том числе и концерты, вот, что было самое сложное. Продолжать петь, вот, чего бы этого не стоило. Вот просто вот, вот, вот идти и все. Вот, да, ты выходишь, ты понимаешь, что у тебя вообще не такой голос, ты понимаешь, что что-то там вообще не то происходит. Вот продолжать идти. Я не могу вам точно сказать, сколько это времени продолжалось, но думаю, что не меньше полугода. Не меньше. Вот, и вы не представляете, как однажды после концерта в московском клубе «Свалка», придя домой, я вдруг почувствовал, что это вот штука непонятная, я до сих пор не знаю, что это было. Она меня типа отпускает. Вот, понимаете, да? Это было невероятное чувство. Невероятное совершенно. Вот, и я, вот тогда у меня родилась первая такая, господи, неужели ты мне помог это вот преодолеть? Ты меня за все пожалей, даже если хочешь поругай, Только не бросай, не бросай, только не бросай. Александр Пеликович, расскажите, вот какой вы в жизни просто, вот чем вы занимаетесь, когда у вас там есть свободное время? Я знаю, что у вас есть собаки, да, таксы? Ну, сейчас у меня одна такса, я им не занимаюсь в свободное время, но он все время рядом со мной. То есть, скорее всего, я бы сказал так, что когда я дома, то такс Гоша занимается мной. Во всяком случае, из своего поля видения он меня практически не выпускает. То есть, он любит больше всех вас в семье? Я альфа-доминанта в нем, конкретно совершенно. И если он даже и не играет со мной, я же не могу с ним все время играть, это понятно, то он где-то находится, вот почти всегда где-то находится рядом. Или у ног, или на диване, на кресле. Если я сажусь в кресло, есть вот такое читабельное кресло, где я читаю. Для него это точный сигнал, что он имеет право и должен ко мне заскочить на колени. Но так как это маленькая собака, которую я тоже очень люблю, то я ему всегда это разрешаю. Мне кажется, что у него это одни из самых счастливых моментов его собачьей жизни. Должен вам сказать, что у меня тоже. Александр Феликсович, на ваш выбор у меня есть куча идей для песен, которые я бы лично хотел услышать. Но какую вам сейчас хотелось бы спеть? Ну давайте, Адарай, хорошо, окей, окей, пробуй. Нет одного, нет середины, нельзя быть честным, наполовину. Нельзя любить, наполовину, и ненавидеться, наполовину. По улочке знакомый громыхает трамвай, В сквере на скамейке отдыхает старик. Я знаю этот город, я давно к нему привык. Здесь все с собой таскают персональный ад и рай. Небо, у каждого свое, Кому-то рай на небе, а кому-то на земле. Каждый находит, что хотел, и делает, что хочет. В этом городе есть все. Нет одного, нет середины, нельзя быть честным, наполовину. Нельзя любить, наполовину, и ненавидеть, наполовину. Музыкант Сережа приезжает в Москву. Он отличный парень, он играет на гитаре. Он будет знаменит, он покорит все кит-парады. А пока что надо поиграть в шансон в Кремле. Небо, у каждого свое, и ты, мой друг Сережа, ты, конечно, молодец. Каждый находит, что хотел, и ты нашел, Сережа, свой билет в один конец. Нет одного, нет середины, нельзя быть честным, наполовину. Нельзя любить, наполовину, и ненавидеть, наполовину. Здесь я видел многих добрых и хороших, веселых и талантливых, красивых, и не очень. И каждый думал, ну, что я-то удержусь, еще совсем чуть-чуть и обязательно пробьюсь. Небо одно на всех, и по его присмотрам все мы жили и живем. Каждый находит, что хотел, делай, что захочешь, у тебя есть все. Небо, нет одного, нет середины, нельзя быть честным, наполовину. Нельзя любить, наполовину, и ненавидеть, наполовину. Нельзя любить, наполовину, и ненавидеть, наполовину. Небо, нет одного, нет середины, нельзя быть честным, наполовину. Нельзя любить, наполовину, и ненавидеть, наполовину. Фантастика, фантастика. Александр Филиппович, спасибо вам огромное за эту интересную беседу. В гостях сегодня у нас был Александр Ф. Скляр. Счастливо. Счастливо. Двойна кухни, не считая кота. Всегда интересные гости.